Вот у нас скорость показывает, глубина показывает, все показывает. Здесь, на середине Волги, глубина около 6 метров. Более чем достаточно, чтобы спокойно передвигаться на лодке. Евгений Родин дрейфует по волнам уже более 10 лет. За это время методом проб и ошибок изучил Волжское дно. Сегодня в плавание не отправляется без планшета. Навигационное приложение, аналогов которому нет, разработал вместе с командой единомышленников. Подключая либо существующий эхолот, который на лодке уже установлен, к планшету или смартфону с установленным приложением, мы позволяем пользователям собирать данные о глубинах и в реальном времени рисовать карту дна. Каждый год какие-то мели появляются новые, острова размываются, появляются новые острова. За 10 лет может с нуля появиться остров, на котором лес растет. Это у нас в Самаре нормальная ситуация. Уникальное приложение содержит данные обо всех реках, озерах и морях России, а это около 60 тысяч километров в длину. Пройти такое расстояние по дну, чтобы изучить его, невозможно. Разработка Евгения Родина передает данные на сервер с любой точки стороны, сохраняет их, а если через некоторое время другой пользователь зафиксирует здесь изменения, тут же отображает их на карте. Приложение связано с системой ГЛОНАСС, потому работает даже там, где нет интернета. Это навигационная карта. Вот мы здесь видим все линейные объекты, видим бакены, фарватеры, створы. Все, что нужно для безопасного судовождения ночью или в туман. Если мы говорим о рыбалке, то у нас есть карта, насыщенная изобатами. Это ботиметрическая карта с рельефом дна. Сейчас приложение уже тестируют десятки пользователей, владельцы яхт, катеров, лодок. Особенная инновация пришлась по душе рыбакам, показывает все рыбные места. Идея его создания пришла к Евгению два года назад. Говорит, в первую очередь старался для себя и для тех, кто только начинает выходить на воду. Кто на реку попадает первый раз, то есть покупает лодку и начинает ее эксплуатировать, он сталкивается с большим количеством таких проблем. То есть влетает на мели, ломает винты, двигатели, тратит очень много денег на ремонт. Вот для того, чтобы новичкам помочь, мы придумали эту систему, чтобы можно было делиться информацией. Проблемы, которые мы испытываем, которые не решены, из-за которых мы испытываем некий дискомфорт, они лежат на поверхности. И они видны очень многим людям. Если мы говорим об успешных стартапах, которые могут изменить мир, значит мы говорим о проблемах, которые актуальны во всем мире. Недавно проект Евгения победил на выставке в Москве. Разработкой заинтересовались Всколково. В планах изобретателей сотрудничать с иностранцами, создать линейку морской электроники и приборы для ночной навигации. Чтобы проектов, которые меняют жизнь к лучшему, становилось больше, существует множество федеральных программ. Самарские изобретатели могут узнать о них в региональном центре инноваций. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.